В Беларуси проводится очень много таких мероприятий, которые объединяют представительные средства массовой информации. В Беларуси – это ваш форум, это ставший уже традиционный медиафорум «Минский стран Содружества», это и выставка СМИ в Беларуси. И в следующем году мы планируем провести Всемирный конгресс русскоязычной прессы. Ну и действительно очень хорошо, что Минск становится такой площадкой. Мы рассматриваем взаимодействие со средствами массовой информации как очень важный элемент нашей деятельности. Не случайно у нас существует большая программа мероприятий по взаимодействию с прессой, с медийными другими инструментами. Мы проводим около 30 пресс-туров в рамках Союзного государства. Мы проводим многочисленные форумы, пресс-конференции, брифинги. И делаем это не для галочки, а для того, чтобы мы с вами, вот с прессой, с представителями прессы, жили в одном информационном поле. Тогда взаимодействие становится продуктивным. Тогда уже суждения становятся взвешенными, которые мы учитываем в своей работе. С появлениями и развитием новых технологий, электронных технологий, онлайн-технологий, мы живем на глобальном мировом информационном рынке. И действуем по его правилам и нормам. Потому что сегодня, в принципе, любое СМИ на любом языке, оно доступно большинству населения Земли в любой и из любой точки земного шара. Что, соответственно, создает принципиально новые условия. И заставляет работать и действовать нашу индустрию в условиях уже глобальной конкуренции. Будем конкурентоспособными. Мы, именно мы, собравшиеся в этом зале, наши уже существующие средства массовой информации, определят структуру нового медийного рынка, как нашей страны, так и, в принципе, всей территории Содружества. Мы живем в условиях информационного общества, а это означает, что нынешние средства массовой информации являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они уже не просто информируют нас обо всем, что происходит в стране и мире, но и воспитывают по-разному. Приобщают культуры, развлекают. По сути, они во многом формируют мировоззрение граждан. Поэтому сегодня основные задачи СМИ – не насаждать одномерное видение мира, а организовывать полноценный диалог людей и власти, служить индикатором настроения в обществе, препятствовать проникновению чуждых и деструктивных нам идей. Я очень хорошо отношусь к нашим гостям, журналистам. И это не потому, что, как многие пишут журналисты, не знаю, дружеские они нам или нет, что Лукашенко какую-то выгоду хочет из этого извлечь. Но выгода только одна. Я хочу, чтобы люди, которым вы рассказываете и будете рассказывать впредь о нашей стране, знали объективно, что происходит в Беларуси. В тех процессах социально-экономических, политических, которые происходят у нас в Беларуси. Вот единственная выгода, которую я преследую, встречаясь нашими журналистами внутренними и внешними. Хочу отметить, что тот позитивный импульс для профессионального общения руководителей средств массовой информации нашего обширного региона, который был дан созданием Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии. Надеюсь, в дальнейшем его значимость как коммуникативной площадки на постсоветском пространстве будет только возрастать.